Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в Твиттер, что Сызранский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к его коллеге по парламенту Евгению Серперу о незаконном использовании земельного участка, часть которого находится в границах береговой полосы Волги. «Надзорное ведомство потребовало снести построенный на берегу реки дом. Вот как выглядят с воды усадьбы депутата Серпера в селе Новая Рачейка, нарушающая, по мнению прокурора, конституционные права граждан», — пишет Хинштейн. «Считаю, что такие депутаты, как Евгений Серпер, позорят власть. Отобрать берег и воду у своих же избирателей, демонстративно наплевав на законы, — это открытый плевок всей Госдуме. Увы, не только Серпер застроил берег. Прокуратура выходит с исками и против его соседей. На записи хорошо видно, как живет Сызранская знать, захватившая береговую полосу в Нижней Рачейке. И такое не только в Сызране. Но Серпер — депутат и должен быть примером для всех». Блогер Игорь Кондратьев заявил, что самарских производителей подсолнечного масла может раздавить Краснодар. На днях местная пресса разродилась материалами типа, что самарские производители продуктов вроде завода «Утевское масло» закрываются на несколько месяцев, пока цены на сырье не обвалятся. Ценам на масло и сахар власти приказали назад отыграть. Вот теперь переработчики и ждут у моря погоды. Побеседовал с поставщиками сырья, и все рассказывают следующее. Никто из них изначально не предполагал, что в этом году будут высокие цены. Расчеты делали по 18 тысяч рублей за тонну сырца. Однако летняя погода привела к неурожаю подсолнечника на юге России. И тогда краснодарцы, где находятся крупнейшие фабрики по производству масла, кинулись скупать подсолнечник на Волге. Цены быстро перепрыгнули 20 тысяч и ушли за 30. Ждать в этих условиях, что цена поставки сырца подсолнечника обвалится снова, просто нереально. Думаю, тех хитрых чертей, которые сейчас в областном минсельхозе сидят на поддержке местного товара производителя, могут быть разные варианты поддержки своих, самарских. Но захотят ли они их включать в тех условиях, когда регион начали осаждать богатые женихи, покупатели со страны? Это такой гешефт. Самарская журналистка Ксения Штефан обратилась через социальные сети к региональному МВД с требованием разбюрократизировать в сложившихся условиях процесс общения с ведомством. Сегодня звоню в пресс-службу получить комментарии по обыскам, про которые уже пишут федералы. И через несколько часов ожидания получаю ответ. Пишите запрос с подписью главного редактора, печатью и исходящим номером. У нас так-то закрепили положение об удаленной работе, а организациям рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку. Я на удаленке. Не так давно переболела. По закону о СМИ имею право запросить данные в устной форме. Уже не первый раз проговариваю все это и получаю ответ. Имейте право «да». Ответ дам через неделю. Негодует девушка. Комментаторы в Телеграме тут же отреагировали. Это уже смахивает на откровенный троллинг со стороны временно исполняющего обязанности начальника отделения информации. Может быть уже пора прийти к тому, что с журналистами надо быть в одной лодке? Насколько мы понимаем, речь в запросе шла об обысках, которые по информации федеральных СМИ прошли на складе скандально известного предприятия по производству фанфуриков «Гиппократ». Неужели полиция решила информационно прикрыть его деятельность, которой вновь появились вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...